Сахамин Миланович, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, об обстановке пожароопасности в нашей республике. Доброе утро. Сегодня у нас действует 171 лесной пожар на площади 3 млн 948 тысяч га. Проводим работу по тушению 62 лесных пожаров на площади 1 млн 318 тысяч га. Локализовали 8 пожаров на площади 64 тысяч га. Всего ликвидировали 18 пожаров. Работает у нас сегодня почти 5 тысяч людей, 751 единица техники. Вновь обнаружили 21 лесной пожар на площади 3880 га. Вчера мы провели оперативное совещание по итогам правительственной комиссии, где провел Зиничев, министр МЧС и принял участие Айсен Сергеевич. Нам поставлена задача распланировать работу вновь прибывающих сил и средств МЧС Российской Федерации. Наполнительно прибывает Ми-26, ВСУ на 15 тонн и Ми-8. Оперативным штабам принято решение задействовать эти воздушные суда на тушение лесных пожаров, которые уже перешли границу Намского и городского округа в городе Якутск. Значит, будет мобилизована дополнительно вездеходная техника и гусеничная техника для обслуживания данных лесных пожаров. Угроза населенным пунктам существует. Это 13 населенных пунктов. На карте я могу показать общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители Якутии, представляем вам обзорную карту лесных пожаров в центральной части республики Саха-Якутия. Напоминаю, что чрезвычайно высокий класс пожарной опасности – это пятый класс. А здесь действуют природные факторы – это температура воздуха, ветровая нагрузка и отсутствие осадков с момента последних дождей. На обзорной карте мы показываем общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Это Вилюйская группа. Сегодня мы решили сосредоточить силы от Ортосорт. Это Вилюйский улус. Как вы видите, огонь, это 44-й лесной пожар, идет со стороны юга, и вот 59-й – с севера. Поэтому здесь сегодня принято решение тоже нарастить силы средства и не проводить перед дислокацию силы средств, которые здесь находятся. На особом контроле у нас находится вот 24-й пожар, который вот пересек границы городского округа, город Якутск. Здесь вот как раз на обслуживание этого пожара будет работать вновь прибывшая вертолетная техника Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Ми-26 ВСУ на 15 тонн. По наземной зоне мы сегодня решением оперативного штаба выделяем дополнительную бульдозерную технику, вездеходную технику. Ну и под наблюдением находятся вот Магарас, Кюрлюлях, Бешкюль, также Уссалданские пожары, Кабеконцы, Фрунзе, это в Намском улусе. Уссалданские пожары, вот 20-й, 21-й А, и, конечно, Чуропчинский пожар, Меджахси. Ситуация на 13 августа, вот такая достаточно острая силы и средства лесопожарных формирований Республики Саха-Якутия, федеральных сил и МЧС Российской Федерации работают на тушение лесных пожаров и на охрану населенных пунктов. Благодарим вас за предоставленную информацию.